Приветствую всех, дорогие друзья. В этом ролике как всегда собраны самые интересные новости железа, поэтому не забудьте досмотреть его до конца и поддержать 5-нм лайком. И с вашего позволения я начну с ожидающегося падения MSRP от зеленых. Сайт BenchLife сообщает, что уже на этой неделе Nvidia официально снизит цены на свои высокопроизводительные модели Амперов. Согласно этой информации RTX 3090 Ti будет стоить 1500 долларов, что на целых 500 баксов меньше официально рекомендованной цены. Обычная RTX 3090 будет стоить на 200 долларов меньше и новая цена составит 1300 вечно зеленых. Кроме того, такое снижение повлияет на цены RTX 3080 Ti и RTX 3080 на 12 Гбайт. Первая должна подешеветь минимум на 100 долларов, а вот у 3080 на 12 никогда не было рекомендованной цены, поэтому новая цена просто неизвестна. Беглая же проверка цен наглядно показывает, что в некоторых местах вроде Ньюэга и Бестбая цены уже упали. В магазине EVGA также появились обновленные MSRP, а RTX 3080 на 12 оценивается в 799 долларов, что дороже обычной 3080 на 10. BenchLife отмечает, что новые цены должны вступить в силу на этой неделе, но источник не назвал точную дату, так что говорить про официальное снижение MSRP можно будет только после того, как Nvidia снизит цены на своем официальном сайте. Сейчас же до сих пор этого не произошло, поэтому падение MSRP все еще условное. Между тем RTX 3060 на Али можно найти за 40 тысяч рублей и 3060 Ti от 51 тысячи, а ссылочку на продавца я как всегда оставил в описании. Как мы знаем, многие модели RTX 3090 Ti требуют два новейших 16 пин провода для доп. питания. Вендоры уже сделали специальные переходники, где используются 4 или 5 обычных разъемов для питания новинок, но блока с двумя 16 пин до сих пор не было. И вот компания Thermaltake представила блоки питания iRGB Plus на 1250 и 1650 Ватт с поддержкой двух 16 пин. Эти блоки имеют сертификат 80 плюс титаниум и охлаждаются 140 мм вентилятором с подсветкой RGB. В теории таких блоков питания хватит с головой для будущих видеокарт RTX 4000, так как третьего 16 пин в их составе точно быть не должно. Но печалит то, что новейшие видеокарты уже очень близко, а блоков питания с двумя питальниками на рынке почти нету и вот только появилась первая модель. Финансовый директор Intel еще в конце апреля предупредил, что компания рассматривает возможность адресного увеличения цен на продукцию в определенных сегментах. Теперь японские СМИ сообщают, что подобные меры могут быть реализованы к осени, а величина повышения цен на отдельные категории достигнет 20 %. По информации Nikkei Asia, процессорный гигант уже начал уведомлять своих клиентов о предстоящем повышении цен. Подорожание не смогут избежать как центральные процессоры для ПК и серверов, так и разного рода вспомогательные чипы, предлагаемые компанией Intel. Конкретные масштабы повышения цен пока не определены, но они могут варьироваться от нескольких процентов до десяти или даже двадцати. Сами представители Intel не стали отрицать в комментариях к запросу издания о необходимости повышения цен на свою продукцию. По их словам, компания начала уведомлять потребителей о грядущих изменениях, но на подробности синие точно идти не хотят. Есть вероятность, что Intel осенью выпустит новые продукты по более высоким ценам, а существующие изделия сохранят за собой прежнюю стоимость. Да и злоупотреблять повышением цен в условиях снижающегося спроса на ПК компания тоже не может и в серверном сегменте ее активно теснит AMD, поэтому законы рынка ограничивают Intel в подобных маневрах. В сети появились первые тесты инженерных процессоров Intel Xeon поколения Sapphire Rapids. Протестированы были системы с четырьмя Xeon Platinum 8480+, на 56 ядер и четырьмя Xeon Platinum 8450H на 28 ядер. Тесты были проведены все софтвери Asandra, так что они могут быть далеки от результатов в реальных задачах, но все же это лучше, чем вообще ничего. Для сравнения источник взял результаты системы с четырьмя 28 ядерными 8280L текущего поколения и двумя 64 ядерными AMD EPYC 7742. В арифметическом тесте, для которого важна однопоточная производительность, результаты новых CPU Intel пока не впечатляют. Конечно, 8480+, чуть быстрее EPYC, но во-первых, лишь ненамного, а во-вторых результат 8280L практически такой же. А ведь конкурировать новые CPU Intel будут уже со следующим поколением процессоров Epic Genua на архитектуре Zen 4, которые предложат до 96 ядер. Что же касается мультимедийных тестов, то там обе новинки Intel ощутимо проигрывают текущим EPYC, причем даже учитывая, что у EPYC тестят 128 ядер, а у Xeon 232 и 112 соответственно. По данным JP Morgan Chase, себестоимость добычи биткоина снизилась с 24 000 долларов в начале июня до 13 000 к настоящему моменту. Снижение себестоимости вызвано уменьшением потребления энергии, так как майнеры активно развертывают более современное и эффективное оборудование. Происходит это из-за того, что старые азики сейчас абсолютно невыгодно держать включенными из-за упавшего курса биткоина. Однако такой ход может стать препятствием для дальнейшего роста битка, поскольку некоторые участники рынка воспринимают данный показатель как нижнюю границу ценового диапазона. Иными словами, себестоимость биткоина отныне составляет 13 000 долларов и ниже этой отметки майнеры битка начнут работать в убыток. Хотя это тоже очень условный показатель, так как у всех разные тарифы на электроэнергию и кто-то может уйти в минус и раньше. Выручка TSMC во втором квартале превзошла ожидания аналитиков, увеличившись на 36,6 процента до 18 и 16 миллиардов долларов в годовом сравнении. Прибыль же тайваньского гиганта и вовсе обновила рекорд предыдущих восьми кварталов, увеличившись на 76,4 процента до 7,94 миллиардов долларов. Принято считать, что этому способствовало начало производства компонентов для айфонов нового поколения, которые не затронуты негативными рыночными тенденциями последних месяцев. Еще на квартальной отчетной конференции руководство TSMC улучшило прогноз по годовой выручке, подняв величину его прироста с прежних 30 до 35 процентов. А третий квартал компания рассчитывает завершить с выручкой в размере от 19,8 до 26 миллиардов долларов, что также превышает ожидания рынка. В общем, пока синим и красным пророчат падение, у TSMC все в шоколаде и выручка успешно растет впереди планеты всей. С 2019 года нидерландский холдинг ASML лишился возможности поставлять в Китай передовое оборудование, пригодное для выпуска чипов по нормам ниже 10 нанометров. Теперь же американские партнеры настаивают на том, чтобы власти Нидерландов перекрыли каналы поставок в КНР оборудования для старых техпроцессов. Сейчас акт проведения консультаций с США в интервью нидерландским СМИ подтвердил министр иностранных дел Нидерландов. Но пока власти не согласились ввести дополнительные ограничения на торговый оборот с Китаем. Сама же ASML уже высказывалась против этого, так как китайцы приносят им 14,7% выручки. Да и японские Canon и Nikon тоже поставляют китайцам подобное оборудование, поэтому уход ASML вряд ли сильно повлияет на ситуацию. Тайваньское правительство запретило местной компании Foxconn инвестировать, не получив предварительного одобрения властей острова, в китайский конгломерат Сингхуа Юни Групп, которая занимается полупроводниковыми технологиями. Как сообщает Reuters, китайское подразделение Foxconn планирует потратить 1,46 миллиарда долларов на покупку доли в Цингхуа Юни Групп. Теперь же Тайвань запрещает своим компаниям строить в Китае предприятия, использующие наиболее передовые технологии, во избежание их утечки. Представители властей уже уведомили СМИ и связались с Foxconn, напомнив, что дело нуждается в рассмотрении до того, как можно будет что-либо предпринимать. А если Foxconn ослушается, компанию ожидает большой штраф где-то на 837 тысяч долларов. Ну а если вам понравился ролик, то не забудьте поддержать его прожатым лайком и подпиской. Я же как всегда говорю огромное спасибо всем, кто поддерживает выпуски и сам канал. Еще больше новостей вы как всегда можете найти в моем телеграм канале и группе в ВК. До новых встреч, друзья.